Я помню, что в студенческие времена настолько был зажатым, закомплексованным и боялся, что обо мне подумают другие, что мне было страшно спросить у водителя маршрутки, куда она едет. Я стеснялся есть бутерброды, которые с собой брал в институт, думая, что мои друзья скажут, что у меня нет денег. Да и вообще, как-то познакомиться на улице с кем-то, мне было страшно. И как вы понимаете, сегодня мы поговорим про эту тему, как перестать бояться того, что о тебе подумают другие. Кстати, напишите в комментариях, в каких ситуациях этот страх того, что кто-то что-то подумает, для вас самый сильный. В большинстве случаев мы не боимся того, что о нас что-то подумают. Нам страшно именно то, что о нас плохо подумают. Ведь если подумают хорошо и будут хвалить, ну это нормально, это хорошо. Хотя бывают исключения. Бывают люди, которые стесняются самого факта внимания к ним, да, даже если их будут хвалить или говорить комплименты. Быть может, вы видели таких людей, они закрываются, они стесняются, да, и стараются перевести слово, может быть, даже краснеют. Может быть, вы являетесь таким человеком. Тогда, я думаю, это видео будет максимально полезно для вас. Почему это происходит? Это все из-за внутреннего чувства стыда, глубинного и испепеляющего. Этот стыд вызван страхом отвержения, страхом и болью того, что я могу быть отвергнутым обществом, одним человеком, значимым для меня или вообще кем-то. Есть такая хорошая фраза. Мы так много тратим времени и сил на то, чтобы понравиться тем людям, которым абсолютно нет никакого дела до нас. Я согласен с этой фразой, но только наполовину. На самом деле, всем есть дело до всех. Вот представьте, вы приходите в какую-то новую компанию, видите незнакомых людей. О чем вы в первую очередь подумаете? Опасны они для меня или безопасны? Это эволюционно выстроенный механизм в нашем мозге для того, чтобы не общаться и избегать опасных контактов. Но по привычке мозг, он начинает сразу навешивать ярлыки. Этот какой-то странный, это зажатое, это слишком общительное, это какая-то истеричка, Этот очень милый человек, вот с ним, пожалуй, и буду общаться. Это происходит с каждым. В новой ситуации большинство навешивает ярлыки другим. И здесь такая не очень может быть радостная новость для вас, о вас действительно что-то подумают. Но как только человек повесил вам какой-то ярлык, может быть даже не очень приятный для вас, не озвучивая, он убирает его в сторонку. Почему? Потому что в центре внимания каждого человека он сам. Знаете, я вспоминаю ситуацию с тренингов, которые я проводил. И вначале нужно было каждому участнику выйти и сделать небольшую самопрезентацию. После этого упражнения я спрашивал, что вы чувствовали в момент того, когда делали самопрезентацию. И большинство говорили, что я стояла, говорила и думала, вот что же они обо мне подумают. А другие люди в этот момент сидели и, слушая ее, думали, а что бы мне такого сказать, чтобы обо мне хорошо подумали. То есть, понимаете, у каждого в центре внимания мы сами. Да, первая реакция будет на вас какой-то, и мнение будет составлено. Но всю жизнь, да, и постоянно человек не будет думать о вас. Что же с этим делать? Конечно, бывают непростые ситуации, где это чувство стыда, которое сидит в человеке настолько глубоко, что без психологической консультации сложно обойтись. Но даже если так, я сейчас вам дам 5 рекомендаций, которые помогут хотя бы снять симптомы, да, и уменьшить вот это чувство тревоги, чувство страха перед мнением окружающего. Первое. Каждый раз, когда вы будете думать, а что обо мне подумает, вот начальник, например, или тот человек, спросите себя, допустим, он плохо обо мне подумает. Что дальше? Ну, наверное, он будет ко мне плохо относиться. Хорошо? Задавайте еще раз этот вопрос. И что дальше? Ну, наверное, он, в конце концов, может уволить меня. Окей, что дальше? Ну, что дальше? Я останусь без денег, и мне будет сложно существовать в этой жизни. И что дальше? И в какой-то момент, если вы проделаете это упражнение, а я рекомендую вам его проделать, вы упретесь в некое обесценивание себя, в ощущение того, что я никчемная или никчемный, я ни на что не способна, я вообще погибну. И вот здесь, если вы придете к этому мнению, я очень рекомендую вам посмотреть мое видео, «Как полюбить себя и принять себя такой, какая вы есть». Это видео будет в описании ниже. Обязательно это сделайте для того, чтобы искоренить хотя бы вот это состояние никчемности, которое может возникать. Вторая рекомендация. Каждый раз, когда вы будете думать, вот что он или она обо мне подумает, начинайте задавать себе вопрос, а он вообще кто? Это какая-то конечная инстанция, которая выставляет вердикт, что вот этот человек хороший, да, ставит штамп, а вот этот плохой. Это кто? Царь? Это Всевышний? Для чего это делать? Те люди, которые часто боятся мнения окружающих, негативного мнения, они, как правило, многих людей возвышают, то есть не общаются на равных. Они видят много достоинств других людей, сразу думают, ну я хуже, чем они, они такие значимые, у них такие регалии. И задача поставить себя на одну плоскость с этими людьми, перестать их восхвалять, общаться на равных. У нас большинство людей, к сожалению, это не умеют делать. Как это сделать? Даже если этот человек какой-то действительно значимый, там, доктор наук или очень важный руководитель, богатый, умный, на самом деле это всего лишь человек. Человек это кожаный мешок с костями и мышцами. Ну так вот, да, утрируя. Конечно, вы можете подумать, ну что ты такое говоришь, ты же психолог, ты должен относиться к людям как к чему-то значимому, так я так и отношусь. Но просто вы чаще всего их очень сильно возвышаете, это такие же люди, со своими недостатками, со своими достоинствами. Нередко они, кстати, держат такую маску величия, такие мы значимые, да, окружают себя регалиями, какими-то заслугами, богатством, красивыми, успешными людьми. Для чего? Для того, чтобы защитить себя от комплексов, от каких-то психологических травм. И поверьте мне, они у многих людей есть. И даже если вы не можете понять, какой комплекс у этого человека, придумайте его. Представьте, что как будто это есть. Я думаю, многие из вас слышали по новостям, когда очень уважаемый, почитаемый, или может быть хороший человек, по мнению окружающих, совершает очень неблагоприятные поступки, иногда даже преступления. И все думают, как так, такой человек совершил такой поступок. Так это просто, может быть, была маска. И у этого человека, за мнение которого вы бьетесь, это может быть тоже всего лишь маска. Принижайте до своего же уровня. А себя можно, кстати, возвысить. Будьте на равных с тем, с кем вы общаетесь. И тогда мнение этого человека не будет для вас таким уж значимым, как приговор. Третья рекомендация. Вам необходимо пройти подростковый бунт. Сделать сепарацию. Что это? Психологически отделиться от своих родителей. К сожалению, не всем удается это сделать в нужный возраст, пубертат. И многие люди, уже будучи взрослыми, видят родительские фигуры в других людях. Так вот, тот, кто не прошел сепарацию, он продолжает наделять других людей родительскими функциями. Например, я даю тебе право судить меня, оценивать меня. Неосознанно, человек не проговаривает это. Я разрешаю тебе вешать на меня какое-то клеймо. Да, как ты скажешь, так, наверное, и правда. Понимаете? Это ведь прерогатива родителей судить нас, оценивать. И когда мы вырастаем, происходит вот эта сепарация, мы начинаем родителей воспринимать как равных нам, как взрослых со своими недостатками, со своими достоинствами. И понимать, что это всего лишь люди. Следующая рекомендация. Сами выйдете из оценочного поля. Я замечал, что те люди, которые больше всего боятся оценки окружающих, они сами очень часто оценивают других. Побудьте с собой сейчас честны. Не бывает ли так, что когда вы видите кого-то другого, незнакомого вам человека, вы сразу его оцениваете? Либо в плюс, либо в минус. Получается, что мы общаемся не на равных, не с просто человеком со своими плюсами, минусами. А да, вот этот значимый, перед ним нужно как-то нести маску, быть таким серьезным, чтобы он хорошо обо мне подумал. А этот что такое? Это вообще никчемный, какой-то конченый человек. Мне его мнение даже и не важно. Могу себя вести как угодно. Вот, вот она оценка. Перед этим я несу образ, а с этим человеком общаюсь как угодно. На равных. И президент, и, извините, бомж, это все люди, с которыми можно выстраивать коммуникацию на равных. Можно и нужно выстраивать коммуникацию на равных. Следующий пункт. Вначале, помните, я сказал про отвержение. И отвержение всегда идет рука об руку с чувством стыда. Стыд – это чувство чисто социальное. Если представить, что вы бы жили одна или один на всей планете или на необитаемом острове, вы бы никогда в жизни не испытали чувство стыда, будучи даже ногой или какой-то неправильной поступки, делая что-то плохое. Это нормально, потому что нет оценки. Стыд – это чисто социальное чувство для того, чтобы контролировать и управлять другими. Оно нужное для того, чтобы кто-то не вел себя совсем плохо и приносил ущерб другому. Но, к сожалению, у тех людей, которые боятся мнений окружающих, у них стыд гиперболизирован. И боязнь отвержения очень сильная. Почему? Потому что, скорее всего, их чаще всего отвергали или не принимали в детстве. Как с этим быть? На уровне рекомендаций. То, что вы можете сделать уже сейчас, не обращаясь к психологу. Постепенно погружать себя в этот стыд. Постепенно выходить в зону дискомфорта там, где вам будет немножечко стыдно. Чуть-чуть ту терпимую норму, которую вы можете вынести, которая вам комфортна. Например, что это может быть? Когда вы берете слово где-то на работе, на совещании, либо на дне рождения, специально чуть-чуть ошибитесь. Придумайте какой-то ляп, который вы скажете, и это будет смешно. И чтобы другим было смешно, и они немножко над вами посмеялись. Либо, если для вас это вообще страшно, и вы думаете, ой, боже, нет, это только не для меня. Просто возьмите слово, если вы не привыкли совсем брать слово. На улице вы можете подойти и заговорить с кем-то, спросить. Либо на кассе. Просто пожелать хорошего дня, на кассирше. Это будет, с одной стороны, акт такого полезного дела для общества. Может быть, вы ей на весь день поднимете настроение. А во-вторых, это ваша такая будет тренировка. Но что здесь самое важное? В каждый такой момент, я предполагаю, вы будете чувствовать вот это ощущение того, что я какая-то не такая. Ой, что он обо мне подумает, или она обо мне подумает. Здесь нужно выработать личную мантру, которая будет, как спасательный круг, удерживать вас на плаву. Например, это может быть такая фраза. Я не святая, я живая. Либо я не святой, я живой. То есть вы имеете право ошибиться, вы имеете право не быть идеальной, вы имеете право быть живой, настоящей. Либо можете про свое имя что-то придумать. Я не картинка, я Иринка. Я не обязана всем нравиться, я живая, вот мое имя. Кстати, поделитесь комментарием, если какие-то мантры вы для себя придумали, и они, вы видите, что будут для вас рабочими. И еще один момент, который здесь может держать вас на плаву, это ваше тело. Я как специалист, который нередко работает в телесно-ориентированном подходе, вижу, что тело – это наш дом, тело – это пространство нашей безопасности. И, к сожалению, очень часто мы настолько в голове, вот в этот момент, например, да, «Ой, что она обо мне подумает, как я сейчас выгляжу?» И мысли, мысли стучат в голове, а про тело мы забываем. Помните, как в детстве, когда мы играли в догонялки или прятались, мы говорили «Я в домике», да? И вот тут рекомендация такая. Немножко укорениться в животе, начать дышать животом и почувствовать, как вы – это не просто голова с мыслями, которая тревожится, а что вы – есть тело, которое большое, которое значимое, это ваш дом, это ваше пространство, и внутри вас никто не может задеть и как-то повредить. Вот просто почувствуйте это внутри, побыв сейчас и распространившись своим сознанием по всему телу. Это будет тоже как некий позитивный якорь для вас. И завершающая рекомендация. Назовите, какая машина, на ваш взгляд, самая лучшая, самая красивая, самая быстрая, самая надежная. Что бы вы ни назвали, я уверен, что есть тысячи людей на нашей земле, которые скажут, что это ужасная машина, никогда ее не покупай. Понимаете, сколько людей, столько и мнений. Если вот вас взять такую, какая вы есть, и показать сейчас по видео всему миру, найдутся тысячи людей, которые скажут, ну фу, что-то она не очень, да, дизлайк ей поставлю. И в эту же секунду будет много людей, которые скажут, вау, она так классно говорит, она такая искренняя, она такая добрая, вот ей лайк. А вы одна и та же, говорите одно и то же, но есть люди, которые вас не принимают, осуждают. И в ту же секунду есть люди, которые вас принимают и видят сильные стороны вас. Поэтому не старайтесь понравиться всем. Это невозможно. Лучше всего увлекитесь делом, увлекитесь творчеством, выкиньте из головы других. Это просто люди, которые смертные, и мы все уйдем на небеса, да, и уйдем из этой жизни. Увлекитесь чем-то значимым для вас, увлекитесь самой жизнью. Потому что, поверьте мне, что когда мы будем уходить на тот свет, мы меньше всего будем думать о том, а что 20 лет назад тогда подумала обо мне кассирша, когда она увидела, как на кассе я чихнула, и у меня сопля вылетела из носа. Тогда это был ужас-ужас. Но когда на другой чаше весов ваша жизнь будет важно совсем другое, А почему я прожила свою жизнь, отдавая ее на суд других людей? Почему я наступала на горло своему творчеству? Почему я всю жизнь подстраивалась под других и не жила для себя? Почему я всегда боялась мнения других людей? Подписывайтесь! Еще больше полезных материалов и коротких видео, которых нет здесь у меня в Телеграм-канале и в других соцсетях. Также пишите комментарии, ставьте лайки, для того, чтобы я мог сделать следующее видео еще лучше для вас. Обнимаю вас и до встречи в новом видео.